Денис, привет! Слышно меня? Меня слышно, я тебя не слышу почему-то. Так, вижу Пашу. Почему я вас не слышу, кто знает? Сейчас я проверяю как у нас там на ютюбе дела потому что параллельно все-таки нас подвела история вот мы там уже с вами живьем идем вот подвела нас история с дискордом у нас не очень любил все начинаем тогда с вами вдвоем пока наша замечательная программа под названием марафон новостей Денис Лукьянов и Павел Шишкин студенты московского педагогического госуниверситета второй курс которым присоединяется Софья Бокина сейчас она тоже к нам придет и потихоньку я думаю другие присоединятся ну добрый день соня мы тоже с вас видим все прекрасно у нас в вертикальном режиме здрасте здрасте значит мы сейчас с вами идем прямом эфире параллельно на ютюбе в проекте журналистика по домашнему то есть вы частично студенты частично обычные люди так что можно спокойно расслабиться значит задача наша сегодняшняя просто немножко поговорить на тему те ту информации тех новостей которые сегодня присутствуют ну в пространстве которые у нас имеют место быть и сразу же я хочу на такой вопрос вам адресовать скажите пожалуйста вот почти месяц прошел как мы ушли на вот этот то ли карантин то ли состояние ну под названием удаленка как вы себя чувствуете привыкли вы то есть прошло уже ощущение что сначала клёво типа не надо ходить на занятия потом ощущение что я почему так долго говорю в надежде что к нам еще кто-то присоединится вот из тех кто планировался значит так вот сначала клёво потом немножко как-то сковывало движение а сейчас может быть привыкли кто готов ответить на этот вопрос как вы пережил пережили месяц этой удаленки с кого начнем давай паша как вы считаете как у вас прошло это время и какая в нем может быть есть отрицательно понятно что всем хочется жить нормальной жизни какие-то положительные есть моменты я для себя много плюсов нашел кстати на удивление во первых это свободный график то есть если бы сейчас у нас была бы практика я бы тратил на дорогу числа три-четыре на у вас из компании или мероприятий которые были бы а так мне этих трех-четырех часов хватает чтобы все задание вы выполнить отправить редактору внести правки и закончится этим ежедневным заданием а второй плюс это то что с этим свободным графиком у меня появляется возможность распоряжаться собственным временем сделать домашнее задание если такое имеет там какие-то свои проекты там тот же лангрид спорту которая статьи пишу соответственно этим временем я могу распоряжаться и получается не так по крайней мере не скажу что эффективнее работать чем было когда я учился каждый день вуз катался но могу сказать что и так у меня получается довольно таки хорошо справляться и третий плюс это сон его стало больше я думаю денис и сони меня в этом плане подвергли определённо то есть вы стали высыпаться наконец то есть вы стали высыпаться наконец ну хорошо стали высыпаться да но с другой стороны сейчас это всё выглядит так очень интересно такой хороший студент выступает все положительно все замечательно работает над собой работает в общем одно удовольствие но в чем негативная история паш не слышу что негативно да 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 но немножко пропадает яйца да ну хорошо в чем негативная связь то есть плюс мы услышали а денис и соня наверное со мной на связи сон я так понимаю что как какие-то негативные моменты есть потому что хочу сказать что студенты которые по крайней мере сейчас присутствуют они из таких ну чтобы не вас не сильно не хвалить но из положительных а соня скажите что плохого вот в режиме нахождения дома я сейчас с практической точки зрения а у меня вот лично у меня наверно можно нет по других у меня сильно сбился режим то есть чтобы вставать рано всегда нужна какая-то мотивация что не тебе должна лежать ответственность например если ехать в универ да ты встаешь раньше но тебе лежит ответственность что ты должен приехать в универ к первой паре вот а сейчас у меня нет никакой мотивации чтобы вставать рано хотя понимаю что я могла бы быть больше продуктивно а так я встаю очень поздно не так как хотелось бы вот и ложусь тоже поздно и очень сложно восстановить этот режим вот я уже пытаюсь больше недели наверное и не получается поэтому я намного меньше задач выполняю которые в принципе хотелось бы понятно вот пока к нам сейчас еще присоединяется студентка первого курса анна клеменова денис а у вас как проходит режим вот этой вот самоизоляции здравствуйте анна вот для меня единственный плюс наверное карантина это то что мы действительно стали высыпаться мы перестали спать от двух до пяти часов в день в день можно поспать там около десяти около восьми кому как высыпается согласен сони что сбился режим мне кажется у меня не так сильно сбился но все равно сбился при этом это тоже напрягает сильно а в остальном я не знаю вот паша говорил про то что не надо ездить куда-то там на практику в офис с одной стороны это хорошо а с другой стороны вот мы на практике пишем радиоподкасты и если можно было ездить в офис там был бы нормальный микрофон и мы записывались по нормальному а так приходится писаться на петличку и куча минусов что нельзя никуда нормально выйти нельзя ни с кем встретиться но это само собой это у всех нельзя там день рождения отметить и так далее и тому подобное плюс с тем же вангридом и совсем остальным невозможно доделать это потому что надо куда-то приехать снять видео а видео снять невозможно а без видео вангрид не закончено условно говоря с радио та же проблема потому что что чтобы была шумоизоляция приходится писаться под одеялом а когда ты 40 минут сидишь в рубрике пишешь рубрику под одеялом начинаешь задыхаться конец это очень тяжело то есть вот эти вот походные условия конечно не не доставляют удовольствие они они ужасны но с другой стороны если понятно чтобы мы все-таки как-то развивали тему разговора есть люди скажем пожилого среднего возраста разного ваши родители бабушки дедушки и мы понимаем что при всем желании до заражение продолжается то есть цифры как вы считаете вот по молодости вашей лет люди уже привыкли к этому режиму на сегодняшний день они выработали какой-то механизм существования вот в этой новой реальности при условии что хочется выйти на улицу не один то есть не два раза в неделю при условии того что хочется съездить на дачу и так далее но в принципе вот эта фраза что человек ко всему привыкает она работает давайте мы спросим у анны которая к нам присоединилась анна да да что-то вас видео пропало как вы считаете люди привыкли к этому режиму который сегодня существует привыкать но в любом случае я думаю что когда это все закончится все будут как бы в более привычной среде обитания и гораздо счастливее и довольнее сейчас то есть это у нас как мы как будто бы в предбаннике находимся до чтобы потом ну да мне кажется делать нечего с этим приходится смиряться это не все потому что многие выходят и выходили раньше пока не ужесточили этот режим а вот как вы считаете мы же фамилии не спрашиваем вот ваши так как вы у нас представительница самого младшего поколения потому что денис софия и попытающийся к нам попасть павел который исчез из эфира они все-таки постарше вот ваши коллеги они как-то сохранил бы соблюдать все эти правила или все-таки ходят друг другу день на нерождение потому что мы видели молодежные всевозможные тусовки party от трех до большого количества людей они соблюдают а на вот эти правила или не соблюдают я знаю что некоторые вот мои друзья не очень прям соблюдают у одной правды она вынуждена соблюдать у нее случилось в случае коронавируса в семье у нее сестренка заболела вот а есть те друзья которые ходят друг другу гости и но в основном из области не из москвы они считают что ну вдруг принесет ну то есть разговор такой что пронесет наша традиционная авось соня скажите а ваши коллеги ваши друзья знакомые может быть родные близкие они соблюдают вот этот режим или все-таки находят способы чтобы обойти даже сейчас когда говорят что станции метро некоторые по-прежнему пускают например в москве можно воспользоваться обычной картой тройка не везде работают вот эти цифровые пропуска соблюдают а у меня мама работает но у нее есть пропуск все нормально самые такие близкие друзья ближний дом округ общения он соблюдает да но вчера я сходила в магазин и встретила одноклассницу бывшую ну она накинулась на меня с обнимашками что не очень поразило потому что мы стояли сзади магазина где люди полметра друг от друга стоят в очередь и соблюдают дистанцию вот я еще в маске было и не удивил ее ряд стучно говорит вирусу большину я же могу быть им переносчиком вот поэтому как бы не хотелось бы заразить других то есть у нас угодно то есть обнимашки у вас произошли с помощью марлевых повязок правильно который на восток и было у нее не было маски денис пока к нам валерия подключилась еще одна студентка третьего курса уже старшеклассе старшекурсники подключились скажите дениса ваши коллеги соблюдают вас все такая картина напоминающая нам об чем-то таком от ленности бытия до от ленности бытия соблюдая ну вот друзья коллеги близкие люди близкие люди близкие друзья родственники все соблюдают дедушка только катается сдачи и на даче но на машине на своей так что все нормально на даче там он ни от кого не подхватит на участке постоянно недавно видел относительно это было недели две наверное неделю у школер друзей историю в инсте они ходили нарушали просто но не ходили гулять но они были в масках я не знаю насколько это нарушается не нарушается но в плане мне кажется все выходят на улицу так или иначе но они там еще где-то катались ну а вы же тоже наверно денис выходите на улицу вы же наверно не считаете 100 метров вот я к этому веду я вчера после монтажа у меня устали глаза я пошел гулять вокруг пункта у нас около дома совсем рядом здесь пять шагов сделать и очень много народу ходит очень много пожилых людей и самое забавное что если вот люди там 30-40 лет они ходят в масках дети в масках которые гуляют пожилые люди ходят без масок без масок и кучкой это было странно конечно вчера ну понятно хорошо хорошо и я еще у павел выпадал у нас павел вам тот же вопрос ваши коллеги может быть родственники дальние и ближние соблюдают или тоже нарушают у меня все соблюдают и друзья и окружение и коллеги только отец катается на работу по пропуску все ранее по домам не то есть нам тут среди вас выявить нарушитель злостных нарушителей режима приближенного к чрезвычайной ситуации сегодня стало известно давайте уже обсудим новости нам интересен студенческий взгляд сегодня стало известно что чехия потихонечку начинает открывать границы для своих граждан если вы помните то многие страны не просто закрыли границы с другими государствами но предоставили возможность многим своим гражданам вернуться на родину до определенного времени до потом просто закрыли границу даже если вы остались в другой стране то пожалуйста решайте вопросы уже с посольствами это во многих странах происходит ну как вы считаете вот то что чехия то что в германии сейчас идет разговор от осмягчение режима режима вот этой вот изоляции вы считаете что у нас рано этим еще заниматься почему потому что сегодня значит было предложение о том чтобы на майские праздники как-то бур и не отменять вот тот карантин да ту изоляцию которая существует но может быть что-то разрешить людям без пропуска съездить куда-то и так далее вот как вы считаете или по-прежнему нужно пока держать людей вот по домам вот ваше мнение давайте начнем с дениса мне кажется что наверное это стоит если делать то не на майских а после майских сейчас пройдет две недели все более-менее еще еще более ясным стали про сейчас же у нас количество заболевших она так кривообразно упадает растет это все лучше чем когда она растет постоянно и мне кажется если что-то смягчать просто их часть мягчает по после майских а в том плане что разрешать кому-то куда-то ездить кусков а смысл если пропуск можно сделать буквально для любой цели там же есть вроде эта кнопка отдельно для для иной цели туда вбиваешь что тебе нужно и получаешь от проб спокойно примутить то есть мне кажется что это стоит делать ближе к концу майских наверно может быть числу 7 8 9 хорошо а что соня думает по этому поводу я считаю что лучше просто высидеть дома определенное количество времени всем и хотя это не все соблюдает но лучше конечно посидеть чтобы это быстрее все закончилось но вот я вам могу сказать что сейчас мы послушаем и другое мнение наших с вами коллег но вот последние новости которые до приходят сегодняшний дня вот днем первая новость что совете федерации заявили что сроков окончания режима самоизоляции в россии пока нет значит дальше что тут еще интересно россиянам предоставят рекомендации по проведению по поведению на майских праздниках об этом сообщил премьер-министр россии михаил мишустин он предложил подготовить такие рекомендации формулировка такая вот любопытная на мой взгляд дальше что еще важно в совете федерации при этом в 1502 пришла информация допустили продление самоизоляции на май но мы как бы это и так я думаю с вами прекрасно понимаем и вот главное наверное сообщение потому что у нас параллельно идет информация самоизоляции по параллельным мы пытаемся понять когда же все-таки кривая пойдет если не вверх уже да ну хотя бы чтобы она была пологая то есть мы на какую-то вершину заберемся так вот глава федерального медико-биологического агентства вероника скворцова заявила что распространение коронавируса на следующей неделе может выйти вот в эту стадию оплата или плато как там ударение правильно ставить я все время забываю вот я к чему просто это веду мы же с вами понимаем что на майские праздники наверняка люди захотят активно пользоваться поездками ходить в гости мы пока еще не понимаем как это все было на пасху ну на пасху тут сыграла та история что все-таки церкви по крайней мере в москве и санкт-петербурге по большому счету были закрыты удалось ли сдержать вот эту волну людей которые хотят прийти и все-таки поучаствовать в этом празднике вот давайте мы подключим к нашему разговору валерию который у нас тут появилась наконец с видео валерия скажите вы его читаете на майские праздники народ потянется на улицу будет нарушать все мыслимое и немыслимое и увидев сотрудников полиции просто обходить их идти дальше в гости но я думаю что да потому что майские праздники как бы такой главный праздник и хочется побыть на природе и я считаю что меры наоборот должны ужесточить потому что люди ну действительно выйдут на улицу начнут жарить шашлыки и встречать первомайской первомайский праздник как принципе и отмечали но я боюсь что некоторые законопослушные граждане начнут жарить шашлыки за 100 метров от дома ну смысле не выходя за границу от дома тем самым шашлыки будут у каждого нас квартире но их за их могут наказать по-другому за другим оштрафовать за другое паш скажите пожалуйста а вы как считаете вот 1 мая потом 9 мая ну считайте что с 1 по 9 мая фактически будут традиционные майские праздники люди никуда не уехали но они может быть захотят переместиться на жарить шашлыки то есть будет нарушать будут обходить законы вот эти вот временные законы изоляции но если ничего не изменится то я думаю да потому что не все люди понимают ответственность собственную перед согражданами что это нужно не даже не то что больше человека чтобы защитить его близких друзей людей которые ему дороги и если он нарушает он в первую очередь не себя но если он допустим своей жизни не дорожит он в первую очередь искать жизнь людей которые его окружают мне кажется что каждый из нас должен понять что ему нужно сидеть дома для того чтобы сберечь там условно родителей братьев сестер если кто-то живет с друзьями не знают в общем как-то вот так и мне кажется что меры не нужно помещать потому что повторюсь нужно сначала добиться того чтобы этот самый коронавирус точнее заражение вышел на плату чтобы можно было понять что ситуация более-менее стабилизировалась и потом уже думать над тем как снижать этот карантин и как возвращаться к той жизни которая была до его присутствия хорошо вопрос к софи софи а ведь смотрите по идее граждане они же у нас частично законопослушные частично незаконопослушные они при этом обладают традиционной хитростью и многие назовем в данной ситуации умные граждане они просто поймут что я выпишу пропуск на 1 мая выпишу пропуск к нам на на еще какое-то использую да два вот этих разрешения в неделю и вот мы наверняка поймем что 1 мая будет огромное количество людей которые законно выписали пропуск которым не на написано что они идут либо в магазин то есть они в принципе могут куда угодно пойти в дальний магазин но так получилось что до дальнего магазина они не дошли а до маленького ставочка где-нибудь там строгине или в люблине они пришли там остановились мало того приняли на грудь спиртные напитки и вот все в пьяной компании начали передвигаться на трамвае потому что выписав правильный пропуск у них есть разрешение до с этой карты тройкой ездить даже трамвае в метро вот мы же этого наверняка не избежим что делать полицейским и что арестовывать или как полицейским что сделать а какой я вам вопрос придумал красиво но ведь мы же вот все говорят это прекрасно и власть говорит и президент говорит и депутат самые самые самых разных партий все вот это русская авось и все машут головами я уверен что даже среди депутатов будут люди которые отлично будут отмечать эти праздники в надежде на то что мы то мы тоже все здоровы и так далее и вот смотрите даже с точки зрения медицинской да если все взяли в маски да у всех есть тесты все мы все здоровенькие мы значит идем на шашлыки наша компания здоровая товарищ майор не трогайте нас имеют они на это право софи или не имеют имеют по сути по сути да и ну если у них есть пропуска просто тут дело если смотреть да все объективно по закону то они поступают по закону них есть пропуска так то что мы делаем вывод что на первомайские праздники и скорее всего такая же вторая волна у нас может появиться на 9 на празднике на день победы мы получим две определенных волны новых заражений правильно denis возможно да а возможно и нет но это такое такое размышление но у вас же вот вы молодые люди да я прекрасно понимаю что вы вначале отлично рассказали о том как вы сидите дома это хорошо но вы же наверняка если вы живете со своими родителями родными и близкими будете эти праздники отмечать вас будет возможность выписать этот пропуск возможно я так понимаю что многих из ваших родных и близких есть возможность съездить на работу значит вы сможете отметить праздник вы будете его отмечать другое дело что я к чему просто веду на прошлая неделя даже в начале этой недели было информация о том что отменить эти праздники до праздников остается одна неделя то есть не делать 1 и 9 мая в этом году праздничными днями то есть чтобы те кто работали работают чтобы все шло как сейчас есть вы считаете нужно отменять эти праздники или все-таки от меня не отменяя все равно шашлыки как считая генажа еще а до денис пожар от меня не от меня все равно шашлыки мне кажется ничего не измениться от соня люди все равно пойдут на них мне кажется уходя из-за большинство на дачах то все улучшается если если сделать не рабочим люди пойдут 2 потому что второе субботу и третье воскресенье как бы официально пойдут и первого потому что вы знаете что когда у нас суббота так они как считают не отменять ну я бы отменила но мне кажется это все равно мало чем поможет и вообще сейчас такая ситуация неудобная то есть как бы и полицейские вроде как и должны штрафовать но вроде как они и не всегда имеет на это право и мне кажется что здесь нужно именно на законодательном уровне на уровне власти принимать какие-то решения они перекладывать эту ответственность там сейчас в инстаграме и вообще везде опять начинаются эти видео полицейский беспредел еще что-то хотя видно что по сути полиция просто исполняет свою работу и ну ругаться мне кажется надо не их в этой ситуации паша отменять праздники ну я думаю да потому что если у нас режим самоизоляции соответственно люди которые не работают они и так останутся дома если это будет праздники а так у них там бы будет продлен режим самоизоляции а люди которые работают соответственно не падают на шашлыки потому что 1 и 9 мая будут рабочими днями соответственно будет не до шашлыков сократим количество людей которые могут ну да да то есть какой-то риск какой-то процент риска мы уберем понятно что 2 3 выходные дни и оля продолжение праздников это равно какое-то количество народа на шашлыки видят но хотя бы 1 9 мая вот этот люди которые могли бы заразить они не заразят понятно хорошо давайте мы тогда сейчас с вами перейдем на экономическую тему поговорим дело в том что у нас сейчас сложная конечно же ситуация мы тут все прекрасно понимаем и все-таки вот скажите как студент сегодня выживает или вы исключительно на что называется на плечах у родителей сейчас находитесь или вы пытаетесь как-то решать эти вопросы по-другому вот человек вашего возраста как он сегодня живет и 2 2 про это может рассказать бюджетник денис лукьянов у нас студенты нет я просто о чем говорю интересует вас тема нефти интересует вас тема курса доллара понимаете ли вы то что лук репчатый до коронавируса был 25 рублей сейчас 51 рубль ну где-то там то есть где-то цены чуть-чуть поползли где-то вроде как акции сохраняются понимаете ли вы что магазины все-таки на гречке заработали мы это видим да теперь они заработают на чем-то другом как вы сегодня существуете с вашей точки зрения что в экономике не так кто готов в экономике все так все потому что это закрытие гранит как мне кажется страны которые ставят приоритет нефть как допустим даже россия они не могут эти страны осуществлять переводки нефти соответственно это нефть она не приносит ту прибыль которая могла бы принести и соответственно и до этого растет курс доллара евро я правда не совсем понимаю как это связано но я понимаю что если не стоит дешевле значит курс иностранных валют растет нефть растет бензин у нас как вы думаете павел по идее если у нас нет с отрицательным значением на начале этой недели но при этом бензин вдруг начал расти то есть за счет своих граждан мы пытаемся нефть но потому что людям которые зарабатывают на бензине даже ну без коронавируса им же нужно деньги отбить если они хотят это сделать на своих граждан мне кажется в россии это да простите меня любой кто осумит это как критику но это нормальная практика в россии когда какой-то кризис и пытаются на своих граждан заработать то есть вы считаете что вот это вся что еще что сейчас важнее для нас коронавирус или проблемы с нефтью с точки зрения экономики вместе это совокупность мне кажется совокупность потому что нибудь коронавируса а поставки нефти бы сохранились соответственно коронавируса поставки нефти сократились одно из другого вытекает сейчас мы дадим возможность давайте мы вот у анны клеменовой спросим она у нас самая но с точки зрения студентки молодая получается как вы живете мама с папой кормят ну я как бы еще до коронавируса нашла что-то вроде работы но это чисто за идею то есть пока не спонсируемый проект вот а мама с папой бюджетники поэтому на моей семье слава богу не отразилось но экономическая ситуация меня больше волнует именно с позиции социальной и политической сферы потому что я знаю много своих знакомых которые сейчас остались просто без всего я вот собираюсь брать интервью моего инструктора по вождению потому что у них например зарплата начисляется за занятия а сейчас они не могут и он конечно вот неделю назад уже открыл пропуск чтобы хоть как-то на что-то семью кормить вот но понятное дело что почти никто не ходит там два-три человека ну и да и человек который приходит на вождение уже не может оформить пропуск что он хочет и приехать на тренировку да вот этим как бы никто не занимается а вот ребята которым кредиты платить ребята которые например живут в другом городе и очень часто меня есть знакомая которая содержит бабушку и там трех котов и она училась на магистратуре и подрабатывал официант понятное дело что ни тем ни другим она сейчас зарабатывать ему ну да это все профессии да да все подработки для студентов это конечно то что исчезает у нас не так много времени друзья осталось потому что пользуемся мы известный 7 система она гранично потому что денег тоже нет пока ее оплачивать валерия ваше отношение к экономической ситуации как вы выживаете и выживаете ли мужская ситуация на моей семье отразилась вот потому что я была тоже в поисках работы естественно в поисках полноценной работы речи не могло идти так как обучение очная форма а подработка подработка естественно сейчас даже нет сейчас даже сложно найти практику вот а мама у меня работала она была в поисках работы и время наработала консультантом в магазине одежды вот а магазин одежды соответственно вообще закрылись постановлением и она зарплату получала от выручки поэтому то есть за выход и за выручку поэтому сейчас сложной ситуации что делает что как на вопрос не отвечают сложно что-то найти дозвониться горячей линии и тогда это не слоняя такая семечка соня потому что не так много времени вот а вас казалось много что хорошо сон как вы оцениваете экономическую ситуацию глобальной свою глобально но мне самом деле очень жалко за средний малый бизнес со всех людей которые оказались в этой ситуации которые сейчас реально не знают что делать я просто не понимаю вот и не желаю указаться на их месте но при надеюсь что у них все будет нормально они выберутся на этот выход какой-то у нас то не предприниматели как говорил один депутат которому сказали что ну так они же предприниматели значит все рушится они все равно смогут это сделать вот как будто это страны должна была быть какая-то подушка безопасности на такой случай кстати у вас есть подушка безопасности сон у вас-то подушка если маленькая подушечка в семье нашей до безопасности маленькая подушка безопасность хорошо как вот вы говорите вы же понимаете что ситуация сейчас будет сложно чтобы еще нас денис успел ответить у меня последний вопрос для всех ну ну как вижу и надеюсь все будет нормально очень хочу просто это верить вот у мамы работу не потеряла но так канал него работа по часам рабочий сократился то зарплата станет немножко меньше папы тоже приостанавливали работу но сейчас вроде должно все пойти денис спасибо большое денис ну давайте вы нам завершите давайте если начинать с глобального то я с вами поддерживаю мне кажется сейчас малому среднему бизнесу максимально тяжело потому что никаких вот он там не идет они все закрыты там все кафе рестораны даже книжные магазины те же самые закрыты я видел что вроде давно новость была книжной собирались петицию правительство писать поддержка была иначе все закроется и издатели тоже самое не про шоколадницу была новость недавно что у них очень много филиалов в стране закроется после коронавируса то есть в этом плане все очень тяжело у нас когда до этого все и не очень хорошо вот так еще выходили из старого кризиса мне кажется который 2010 год то есть вы намекаете что мы из кризиса в кризис идем да мы как кризис кризис не кризису я понял да 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 мы вышли а потом опять вот сейчас вот вернули туда но будем надеяться что все обойдется что это продлится не как там некоторые прогнозируют до сентября хорошо я понял еще пару коротких вопросов и в любую минуту у нас осталось пять минут 40 секунд в принципе вот неважно сейчас отвлечемся отвлечемся от ситуации которая с нами сложилась вы планируете когда-то брать кредит она ситуация бывает разными то есть возможно придется соня вы бы взяли какой-то кредит я бы нет но маму не не мама это мама я про вас когда вы уже подрастете то есть я к чему я не только если знаете как генетика и схема я быстренько расскажу то есть например если хотите условно купить новый айфон вы накапливаете например сколько там 70 тысяч и берете у рассрочка выплачиваете за зарплату по 2000 и в итоге у вас остается эти 70 тысяч ну на подушке безопасности вот у нас есть полная сумма давайте в конце у нас сегодня такая репетиционная история надеюсь что вы дальше уже будет более интересно все это проистекать вот будем готовиться каждый как-то свой блок развлечения какой-нибудь конце устроим скажите вот у вас есть возможность сейчас выступить перед какой-то условной общественностью вот как сделать так чтобы не сойти с ума вот в этом карантине денис чё делать я делал на эту тему недавно пост в инсте выкладывал мне было делать нечего и я написал что никак мы все рады или поздно немножко с этим с ума знаете такая фраза мы все умрем помните мы все умрем ну там есть продолжение только ты раньше а я позже такая история мы все сойдем да тут тоже там мы все сойдем с ума но все-таки вот как он какой то есть предмет одни говорят что надо там я не знаю выходить на балкон пить кофе на балконе другие говорят надо чаще принимать ванну третье говорят что надо спать чем больше спишь тем быстрее время проходит вот вы денис как это делает мне кажется надо про просто проще к этому относиться и всегда находить чем себя занять я вот знаю что многие люди сейчас говорят что им нечего делать они не знают что уже делать на карантине все переделали я их искренне не понимаю потому что наоборот не успеваешь просто находить занятие все окажется потому что если просто сидеть а как валерия выходит из ситуации что вы делаете но я занимаюсь учебой занимаясь спортом читаю книги я нахожу развлечения вот а проводить время за сном я не считаю правильным потому что какое бы время ни было она все равно время это часть нашей жизни и ее нужно проводить с максимальной пользой слушайте подожди все говорят что вы же в депресснике вы молодежь всегда знаете старшее поколение говорит что вы молодые это все депрессанты и антидепрессанты ваши потому что вы все время что-то переживаете и так далее депрессия то у вас должна быть какая-то она у вас депрессия есть нет я на даче мне в принципе скучать некогда то работа то это учеба то там грядки тоже заниматься надо хорошо софия чем занимаюсь то ну так вот как вот у вас спрашивает совет какой-нибудь серьезный человек софи вас у меня депрессия я 50-летний старый мужчина помогите мне что делать я недавно включала зарядку для тех кому за 50 я бы это посоветовала потому что меня там аж ногу слило я серьезно говорю вот это первое второе всегда высыпаться потому что это хоть как-то помогает вот и третье общаться вот тем мы с вами занимаемся да когда ты говоришь с кем-то у тебя прям шквал эмоций поднимается хорошо ну и павел у вас понятно паша минутка остается как вы проводите со время за написанием статей для спортсру ну да я я еще нашел себе такое увлечение пересматриваю старые легендарные матчи которых я не смотрел в силу возраста которые там были до моего рождения когда я был маленький вот вот соглашусь денисом потому что мне действительно не хватает времени чтобы все успеть я действительно не понимаю людей которые говорят что и нечего делать и еще согласен сонич надо больше спать потому что сейчас такая возможность чтобы накопить запас сна на тот момент когда мы выйдем да выходить мы будем долго к сожалению время наше заканчивается конечно есть ощущение что вы какие-то супер классные не удалось спровоцировать вас на какую-то гадость сегодня но будем надеяться что в дальнейшем это получится Денис Лукьянов Софья Бокина Анна Кременова Павел Шишкин и Валерия Смелова были сегодня с вами нашей программе журналистика по-домашнему надеюсь что в следующий раз это будет уже более информационная программа всем спасибо прощайтесь Спасибо До свидания Пока всем До свидания До свидания Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...